Буквально открытием для меня стал гороховый суп. Признаться, у меня раньше в доме даже гороха не было, но после первого приготовления этого супа горох занял почетное место на полке с крупами. Рецепт, как приготовить гороховый суп осенний, мне подкинула моя подруга, которая уже несколько месяцев просто в восторге от этого супа. Заинтриговал этот суп меня не только самим горохом, но также наличием в составе копченой грудинки и горчицы. Скажу честно, такого я еще не пробовала, а потому была поистине заинтригована и решила хоть раз приготовить такой супчик. Столовые отли говорить, что я была в восторге от этого супа. Все мои были довольны и просили добавки. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Все овощи очистите и промойте, сухой горох замочите в холодной воде на 4-5 часов. Свиные ребра, можно использовать говяжьи ребра или другие части, залейте небольшим количеством холодной воды и доведите до кипения. Затем воду слейте, кастрюлю ополосните, ребра верните в кастрюлю и снова залейте холодной водой, уже примерно 2-3 кастрюли. Доведите до кипения. Если пена, шум все равно будет подниматься, снимайте ложкой. Варите мясо на медленном огне 1-1,5 часа, пока мясо не будет хорошо отходить от кости. Горов заранее необходимо замочить в холодной воде. Я сначала промываю его несколько раз, а затем заливаю холодной водой, чтобы покрыло на один палец, и оставляю. Когда мясо готово, выньте его от из кастрюли слегка остудите, мясо отделите от кости. В бульон отправьте горох, и варите 30 минут. Когда горох станет достаточно мягким, отправьте в кастрюлю порезанную на небольшие кусочки картофеля. Обратите внимание, я советую одну большую картофелину отправлять в суп целый. Потом мы ее достанем, разомнем толкушкой и снова вернем в суп. От этого суп станет более густым, наваристым и еще более вкусным. Пока варится картофель, морковь и лук порежьте мелким кубиком. Да да морковь тоже порежьте мелким кубиком, она будет хорошо чувствоваться в супе, да и цвет супа станет более ярким. Обжарьте морковь с луком до прозрачности лука. Затем отправьте овощи в суп. Копченую грудинку порежьте соломкой и отправьте в суп вместе с вареным мясом, которое мы сняли с ребрышек. Копченую грудинку порежьте соломкой и отправьте в суп вместе с вареным мясом, которое мы сняли с ребрышек. Гороховый суп готов. Подавайте его горячим и кушайте с удовольствием.